О перспективах освобождения украинских заложников говорим с Олегом Котенко у нас в студии. Координатор Центра по обмену и освобождению заложников, группа Патриот Олег, добрый вечер. Добрый вечер. Олег, почему формула такая странная, обмен 74 на 306? В принципе, ничего странного в формулах нет, когда разговор идет о жизнях наших людей, которые находятся на неподконтрольных территориях в неволе. Поэтому, почему она стала непосредственно 306 на 74, эта цифра в разные времена менялась. Изначально боевики, я не знаю, как их там назвать, коллаборанты, которые находятся на неподконтрольных территориях, они вообще навыставляли цифру более 1000 человек, то есть там было даже более 1300 человек. Потом это понизили до 800, потом это было уже 600 человек. И когда провели верификацию в апреле этого года, то стало понятно, что более 300 человек Украина может передать. То есть пока Украина сейчас не ведет разговор о тех, кто совершил тяжелые преступления. А в свою очередь, Медведчук при встрече с Путиным и непосредственно с Кириллом, они обозначили в цифре 74. Я не понимаю, почему цифра 74, потому что на тот момент уже было известно, где находится 88 человек, и на последнем Минске это было подтверждено. Вот, поэтому эту формулу и вырисовали 306 на 74. Почему не всех на всех? Изначально об этом говорили. Ну, вообще формула всех на всех, изначально, когда в 2014 году она вообще только появилась, я сразу говорил, мы можем говорить о формуле всех на всех, когда война прекратится. И мы будем четко понимать. А почему только тогда? Ну, а потому что каждый день люди попадают в плен с нашей стороны. Ну, если не каждый день, то, по крайней мере, довольно-таки часто. Ну, с обеих сторон мы арестовываем преступников. А наши люди, которые защищают целостность Украины, они попадают в плен. И люди за гражданскую позицию, то есть проукраинскую, они арестованы так называемым МГБ, и практически каждый день кто-то из наших соотечественников попадает за стенки так называемых... Ну, все равно, вот мне кажется, как-то несправедливо. Почему вот 74 мы наших хотим освободить защитников и отдадим целых более 300 человек преступников? Почему не 74 на 74? Ну, как говорил герой одного романа, торг здесь неуместен, в принципе. Мы забираем 74, и это не окончательная цифра, за которую мы будем бороться. Мы будем бороться, то есть мы, это государство Украины, будет бороться за каждого человека, который находится там. Формула потом может меняться. Это первоначальный этап, и мы говорим о том, что 74 мы в готовности забрать, потому что более года уже не проходят никакие обмены, вот, освобождение проходит, а вот обмены как раз-таки нет. И Украина в готовности пойти на вот такие вот шаги. Я вам просто могу привести пример, что Израиль, в свою очередь, отдал тысячу человек за своего солдата. И еще палестинцев? Да. То есть, как бы, сейчас разговор идет о том, что мы хотим разморозить этот процесс, который был заморожен вот уже более года. Леонид Кучма вчера заявил о том, что далеко не все те, кого Украина готова отдать, готовы возвращаться к боевикам. Как вы думаете, почему? Ну, во-первых, уже никто не хочет брать оружие в руки. У некоторых из них, кто действительно не хочет возвращаться, у них пришло осознание того, что произошло в 2014 году, что они избрали неправильный путь. Им легче досидеть год-два, ну, там, три года в тюрьмах Украины, вот, и потом выйти уже, быть свободными. Они побаиваются того, что как только они пересекут границу незаконных формирований, банформирований, то им опять вручат в руки автоматы, они заставят их опять воевать. Это не факт, что они останутся живы. То есть, можно предположить, что они сдались в плен Украине? Нет, они не сдавались, они были задержаны по статьям из 110-я, 258-я, либо это 260-я, которая конкурировалась. Можно предположить, что осознание того, что они, как бы, не за правое дело там воюют, пришло к ним еще в тот момент, и единственный выход был все-таки сдаться Украине и вот сейчас здесь остаться? Да, они были задержаны, они были задержаны, по многим из них уже прошли суды, они получили срока, вот, кто три, кто четыре, кто пять, кто больше, вот, и они находятся, они непосредственно, либо в слизистых изоляторах, либо в ИТК. То есть, по-вашему, у них никакой другой перспективы нет по возвращению туда, в Донецк, вот у тех людей, которые все-таки согласятся вернуться в так называемые временно оккупированные территории, только вот снова взять оружие и снова продолжить войну? Ну, я не знаю, будет ли она настаивать, но так обычно бывает. То есть, та сторона обычно настаивает, чтобы раз мы тебя освободили, значит, ты должен быть верен всегда тем республикам, которые тебя освободили. Поэтому многие это понимают, и я думаю, что многие именно поэтому не соглашаются туда попадать. Даже если соглашаются, то многие из них хотят вернуться назад в Украину. В зоне АТО считаются без вести пропавшими более 400 человек, ищут ли этих людей, какова у них судьба, как вы думаете? Ну, опять-таки, мы сейчас будем говорить об официальных цифрах. Есть еще цифры неофициальные, то есть, непосредственно, наша организация группа «Патриот», мы считаем, что их более 600 человек. Почему цифры разнятся от официальных? Потому что без вести пропали эти люди, которые не были на службе у государства. То есть, они не были ни в МВД, ни в Министерстве обороны зачислены, это были просто добровольцы, которые шли воевать, и потом они пропали. Они нигде не регистрировались, получается? Они нигде не регистрировались, и поэтому официально занимаются теми, кто к ним официально обращается и был где-то зарегистрирован. Наши же организации, такие как мы, мы ищем всех без вести пропавших людей, которые пропали в этой войне. Ну, как вы их ищите? Вот есть ли какая-то информация, какие-то продвижения в том плане, что все-таки 400 официальных, либо 600, как вы говорите, неофициальных, хотя бы какие-то продвижения в этом вопросе? Живы они, либо в плену они? Есть ли надежда их освободить, если они в плену? Ну, опять-таки, мы будем говорить о том, что люди после боестолкновения, то есть как бы не вернулись в свои части, в подразделения, или не вернулись домой вообще. То есть они считаются без вести пропавшими. Мы не исключаем, что многие из них уже нет в живых, но мы также не исключаем, что они могут быть не только на неподконтрольных Украине территориях, а мы еще допускаем, что они могут быть на территории других государств, ну, например, России. Вот, и поэтому задача в чем наша задача? В плену находясь в России. Ну, в плену, я не знаю, как. Либо добровольно. Ну, вряд ли добровольно, то есть как бы, но я думаю, что все-таки они находятся в неволе. Вот, ну, мы надеемся, что многие из них живы, и мы боремся, нам самое главное отыскать человека. Как его вернуть, это уже дело техники. Поэтому мы боремся за каждого без вести пропавшего, и это большой бывает удачей и победой, когда мы таких людей, которые находились без вести пропавшими, мы находим их и возвращаем их домой. А какие результаты у вас нашли, вот, скажем, за последнее время какое-то количество людей? Ну, за последнее время нет. Много мы находили в 2014-2015 году. За 2016-2017 год ни одного. Вы их находите, имеется в виду, живыми? Живыми. То есть заложники в плену. Живыми. Ну, еще, чтобы вы понимали, без вести пропавшие, то есть как бы, это те люди, которые, еще раз могу повториться, уже их возможно нет живых. Я хочу надеяться на лучшее, но может так статься. Просто нет доступа к тем местам, где есть захоронение украинских солдат на территории неподконтрольной Украине. Если еще в 2014-2015 году такой допуск непризнанной республики давали, то есть как бы выезжали, ну, была возможность и поиска, и, ну, по каким-то там, по информации, то есть как бы посмотреть, там, 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 там есть захоронение, то уже в 2016 году такой возможности у нас просто нет. То есть туда зайти не может, ну, я имею в виду, с Украины никто не может зайти, и именно по местам, там, где есть захоронение, то есть изгумировать тела и передать на нашу территорию. Возможно, они уже погибли, наши герои. Олег, давайте вернемся. Вы говорили о том, что очень много раз процесс обмена заложниками прерывался, его приходилось замораживать, и вот до сих пор нет конкретики, получится ли на сей раз. Почему так происходит? Почему, по идее же, обе стороны в этом заинтересованы? Ну, опять, сразу нужно понимать, что обе стороны, когда мы говорим о боевиках, которые находятся в Донецкой и Луганской области, и Украине. Естественно, я скажу вам даже больше, в 2014-2015 году очень много освобождалось, людей, потому что полевые командиры, так называемые, то есть они охотно шли на обмен людей, которые попали к нам в плен, и наших, на которые попали в плен непосредственно к ним. Но с недавнего времени все немножко изменилось. То есть под контроль все военнопленные попали непосредственно в Москве, и все решения по обмену военнопленных принимала непосредственно Москва. Зачем это было нужно Путину? Ну, сложный вопрос, но, наверное, все-таки он хотел какие-то получить, может быть, политические дивиденды, может быть, это являлось давлением на Украину для решения каких-то своих вопросов внутри этих неподконтрольных нам территориях. Но, тем не менее, затяжка, я считаю, что как бы была за Москвой. И, в принципе, формула, по которой сейчас происходит обмен, мы о ней говорили долгое время. Путин всегда отрицал, что он здесь ни при чем, и ведите переговоры непосредственно с боевиками, которые возглавляют вот эти банановые республики. Вот, он очень много раз говорил и говорил, я здесь ни при чем. Но, тем не менее, я считаю, что мировое сообщество и непосредственно Соединенные Штаты Америки и Европа смогли добиться того, чтобы надавить на президента России, и он все-таки дал добро на этот обмен. Те люди, которые находятся сейчас в плену у банформирования, известно ли вам, в каких они условиях находятся? Удаются ли хотя бы с кем-то, может быть, выходить на связь по телефону, по электронной почте, может быть? Да, конечно. Да, конечно. То есть, как бы, если вот уже на данный период времени, по крайней мере, более 90 человек, мы знаем, где находятся, в каких условиях они находятся. Значит, они находятся либо в ИТК, то есть, мы знаем, что все наши военные находятся в 97-м ИТК города Макеевки, исправительно-трудовой колонии, находятся они в отдельном помещении, то есть, от тех, кто отбывает наказание за какие-то там правонарушения. Вот. Они находятся самостоятельно. Условия у них, ну, я вам скажу так, в тюрьме не может быть хороших условий, но это немножко получше, чем те, которые были, когда они находились у полевых командиров или же в том же так называемой избушке, которая находится в городе Донецке, это бывшее здание СБУ. Вот. Также не находятся в ИТК номер 32 того же города Макеевки, также находятся в 87-м ИТК, то есть, они находятся в так называемой тюрьме МГБ, в следственном изоляторе номер 5, то есть, как бы, со всеми с ними, ну, практически есть связь, практически связь, то есть, мы, по крайней мере, мы знаем, если какая-то проблема возникает там по состоянию здоровья, то есть, мы понимаем, что им нужно передать, лекарства какие для того, чтобы... То есть, вы даже передаете им лекарства? Однозначно. То есть, здесь, и благодаря, в том числе, и Красному Кресту, вот, и благодаря родственникам этих военнопленных, то есть, протоптана дорожка, по которой мы можем такое делать. Когда, как вы думаете, в этом году удастся ли завершить этот сложный процесс и довести его до конца, и вернутся ли эти люди домой уже до Нового года? Надеетесь ли на это? Ну, всегда, сейчас, когда все говорят, что, как бы, этот процесс должен проходить в тишине, однозначно, мы надеемся. Мы надеемся, что это произойдет так, как это произошло в 2014 году, то есть, в 26 декабря был тогда большой обмен, то есть, нам удалось забрать там 150 человек, вот, и мы надеемся, что это произойдет и в этом году, то есть, все предпосылки к этому есть, то есть, мы ждем этого, это будет, ну, не знаю, победа, наверное, всей Украины, всех, кто боролся за заложников, если нам удастся забрать их в этом году или хотя бы в начале следующего года. То есть, мы надеемся. Мы желаем вам, и, прежде всего, в первую очередь, тем людям, которые сейчас в плену, чтобы они побыстрее вернулись в Украину, чтобы вы им в этом помогли, и чтобы все-таки поскорее все это закончилось, и чтобы люди больше не попадали в плены, и войны больше не было. Спасибо вам большое за вашу работу. Спасибо. Олег Котенко, координатор Центра по обмену и освобождению заложников группы «Патриот» был гостем вечерних новостей на ЮЭТВ.